добрый день друзья как видно как слышно так светлана с кыргызстана приветствую я многих уже узнаю в вебинарах все это хотя к сожалению на конференции было только в онлайне алексей но конференция прошла очень хорошо алексей расскажет свои впечатления то есть это у нас идет цикл таких региональных конференций следующая будет у нас в уфе потом в екатеринбурге челябинске потом на сентябрь он уже в турции стамбуле так что друзья движемся работаем и как раз алексей приехал с кыргызстана с бишкека с очень такими интересными мы с ним по результатам конференции уже наработали ряд рекомендаций и вообще то есть чем дальше развиваемся наша работа совершенствуется очень много такого возникает нового и именно обобщающий опыт и показывают как подключаются новые люди очень разные очень непростые как начинается уже борьба между разными силами вот тоже уже вокруг проекта это я просто могу сказать это вот с чем мы сейчас с чем мы сейчас с алексеем сталкиваемся вот поэтому друзья идет работа и так давайте начнем традиционного пока голосования кто первый кто не первый раз это просто для того чтобы у нас по статистике всегда отслеживалось сколько у нас появляется новичков на вебинаре и исходя из-за значит кто первый раз видит табличку называем нажимаете цифру 1 и ответить соответственно пока один вот два человека уже первый раз три ну да давайте соответственно можно в чате а можно на цифру 1 поэтому для тех кто вошел первый раз мы на наших вебинарах по средам вина в 13 по москве и в 20 по москве который мы ведем с алексеем с уходовым мы на них не делаем презентации мы не объясняем о сути проекта это уже идет более глубокий экономический технический анализ с точки зрения проекта skyway поэтому друзья если вам что-то непонятно или вы столкнулись первый раз поэтому посмотрите по тем материалам то есть где есть презентация для новичков где есть соответственно информация для того чтобы понять о сути проекта вот но а у нас работает как мы называем это принцип банки с огурцов потому что здесь большое количество людей которые уже в проекте которые знают о чем речь и получают каждый раз новую информацию исходя из так мы с алексеем строим чтобы были новости и анализ исходя из текущей ситуации вот поэтому друзья здесь уже смотрите сами и или обращайтесь к тому кто вас пригласил соответственно сразу получите ссылки и информацию ту которую надо либо уже идите на презентации где собираются новички где идет для презентация для новичков поэтому друзья прежде чем сейчас алексею передать слово он сегодня интересно как бы подготовил такую свое видение свою программу и по поезд бишкек и вообще по мере развития проекта я буквально три слова сейчас или там два слова по поводу ситуации которая разворачивается по поводу того фон на котором мы сейчас делаем наш проект и соответственно каким образом мы позиционируемся и к чему мы готовимся то есть как вы помните с начала года мы несколько раз обсуждали вопрос о усложняющейся экономической ситуации в мире вокруг россии так далее потом произошел резкое обвалы и цены на нефть и соответственно экономической ситуации инфляции вот которая прошла когда цена со 100 там 15 долларов за нефть упала до там аж до 48 потом чуть приподнялась до 63 и вот этот последний месяц стояла вокруг 65 но дальше процесс набирает обороты санкции против россии увеличиваются конфронтация увеличивается вот соответственно вот за эту неделю конечно экономическая ситуация резко стала нестабильной то есть она резко изменилась то есть двинулась и пошла вниз цена на нефть это связано со спотовыми контрактами которые идут уже на сентябрь октябрь вот основные игроки которые сейчас заключают длинные контракты здесь есть конечно много факторов этой ситуации вокруг россии вокруг украины основное сейчас то что обсуждают нефтяные игроки это выход на рынок ирана вот то есть санкции с ирана судя по всему уже никто не сомневается с вероятностью 99 процентов будут в сентябре сняты и соответственно на рынке нефти появится порядка 30 процентов мировых запасов очень качественно дешевой соответственно легкой нефти и это сразу отыграет и спрос и предложения и это вообще будет глобальное изменение и соответственно что те игроки которых играют против россии против венесуэлы то есть которые выдавливают тяжелую дорогую нефть с рынка вот они только усилят свое давление для нас как раз сейчас мы видим что курс национальной валюты он настолько привязан к цене на нефть что буквально там на один-два процента колебания нефти сразу же колеблет курс национальной валюты это говорит о чем ее абсолютной неустойчивости о том что мы абсолютно зависим от внешней конъюнктуры и соответственно если расчетная цена точнее прогнозируемая цена на них сентябрь октябрь это 40 35 долларов значит соответственно 40 45 до 35 долларов за мораль нефти значит соответственно цена национальной валюты исходя из той корреляции сегодня есть будет в районе 70 75 рублей за один доллар то есть соответственно исходя из этого каждый должен анализировать и смотреть как то есть кого-то это может быть друзья не касается но я сейчас сообщаю с определенным кругом людей у которых кредиты в долларах а доходы в рублях и соответственно просто все у нас и лекарства очень многое что зависит в стране сегодня от курса валют поэтому инфляция это конечно будет если не такая явная то те кто завязан на импортные лекарства продукты и так далее они конечно это ощутят серьезно очень на себе на своем кошельке то что будет происходить если чуть шире посмотреть на вопрос то есть они только взаимоотношения то у нас уже мы привыкли к тому что вся экономика сводится курс цена нефти курс доллара инфляция и так далее то мировая экономика она все-таки более сложная это нашу экономику мы свели до примитивных это даже экономика не назвать а просто полная зависимость от сырьевых ресурсов от энергетических но друзья на этой неделе вы видите что идут очень серьезные процессы в европе разыгрывается греция которая на референдуме сегодня отказалась фактически платить по долгам европейскому клубу кредиторов не только европейскому и международному валютному фонду то есть сегодня страна встала на пороге дефолта соответственно это все влияет на курс евро евро доллар это на всю европейскую ситуацию как она дальше будет развиваться на сегодняшний момент предсказать и сказать наверное довольно таки тяжело но однозначно что это очень серьезная проблема это очень серьезная дестабилизация европейской финансовой системы сегодня уже заявление вот которые вчера прошли от испании от португалии от италии это крупнейших сегодня должников еврозоны соответственно если сегодня будет принято и греция на такой волне сегодня снизит свои платежи кредиторам то понятно что может пойти цепная реакция и это вообще взрыв для финансовой европейской системы понятно что стабильности и это ничего не притрекает и это говорит о том что ситуация очень серьезная ну и плюс к тому же азиатские рынки то есть мы сегодня тоже не можем не сказать что за три недели китайский рынок он индекс фондового рынка упал на 41 процент друзья этого не было еще ни разу за всю последнюю там 30-летнюю историю роста китая когда китайское экономическое чудо когда он развивался дел так вот падение рынка на 41 процент друзья это впервые соответственно это нарушает торговый баланс и мировой и в частности взаимоотношения китай америка юань доллар вот поэтому сегодня можно сказать что мы стоим на пороге очень серьезных таких событий которые начинаются мировой экономики в нашей российской действительности и на этом фоне мы как раз друзья ведем проект венчурный проект skyway инвестгрупп то есть инвестиции в венчурный инновационный проект соответственно сейчас вот мы видим очень много переговоров и ближайшее время прям буквально наверное конец августа начало сентября вы увидите еще одно очень интересное направление которое наша команда запускает и это уже действительно игра такие на очень серьезном уровне и вы все и увидите я уверен оцените и поддержите нашу работу потому что мы делаем только то что касается всех нас то есть то что сегодня будет развивать наш проект каждого участника проекта ну и как общий наш результат это соответственно полностью и развитие страны экономики и сегодня вот то что мы прошлый год для себя ввели такое понятие строй skyway спасай россию строй skyway спасай планету то есть это сначала был как лозунг потом это всем стало уже очевидным так вот потом мы ввели такое понятие помните как евразийский экономический ковчег так вот сегодня если говорить такими понятиями как ковчег как шторм на экономическом океане и так далее и так далее то можно сказать что действительно мы с вами сегодня создаем экономический ковчег который пройдет все эти бури который сможет позиционироваться и вообще пережить то что будет сегодня происходить и в стране и в окружающем нас мире и в мировой экономике вот потому что потрясения идут очень серьезные это сегодня уже не скрывает никто посмотрите вчерашнее позавчерашнее выступление силуанова министра финансов который четко говорит что устойчивость финансовой системы мы можем гарантировать максимум еще на год полтора потом ситуацию мы практически контролировать не сможем это у нас в россии это при той конъюнктуре которая есть сегодня то есть цена на нефть 60 65 а если цена будет 35 40 то соответственно период поступит еще раньше и соответственно нас сразу готовят к тому что времена подходят очень непростые так вот друзья мы как раз то что с вами делаем сейчас создаем то есть это потребительское общество евразия это венчурный проект skyway который даст развитие огромному количеству направления адресных проектов часть из них уже подписали документы уже приступили к реализации часть сегодня готовится то есть это готовится десятки и десятки реальных проектов конкретные месторождения на конкретные трассы то что и будет составлять основу экономического ковчега вот соответственно мы с вами создали транснет групп то есть это инвестиционная группа которая призвана соединять объединять проекты которые соединяет очень много сегодня участников игроков которые казалось бы не могли соединиться на одном пространстве мы сегодня как раз создаем основу для того чтобы пережить как минимум эти тяжелые времена и второй вопрос мы реально создаем программу мари мы реально создаем вектор по которому двигаться если раньше была альтернатива или мы это обсуждали что кто-то это принимает кто-то не кто-то это не принимает то сегодня все более и более становится очевидным что другого пути кроме как транснет мы объединяем мир и строй skyway спасай россию другого сегодня нет и это понимание все приобретает все больше и больше сторонников вот и я думаю что начиная с сентября мы сейчас резко меняем своей инвестиционной группы работу вот тоже это работа с представительствами это работа в регионах это работа конкретно с каждым человеком который может войти в наш проект сейчас алексей на этот предмет тоже скажет очень интересные соображения вот а я чтобы заканчивать эту вводную часть могу сказать что друзья да очень непростые времена которые сейчас подошли но исходя из того что вы являетесь участниками проекта skyway вы являетесь участниками и акционерами транснет групп вы вступаете входите потребительское общество которое будет защищать ваши интересы которые созданы для того чтобы именно капитализировать интеллектуальную собственность которая нарабатывала с десятилетиями и создать технологии которые будут шестом технологическом укладе продвигать сегодня дороги 2 уровня сеть транснет 2 уровня и соответственно позволять решать очень многие проблемы которые казалось бы сегодня являются нерешаемыми либо очень сложными вот соответственно мы объединяя соединяя сегодня общее устремление мы создали механизм который может противостоять и который может развиваться даже в эти не про не в это непростое время соответственно сегодня к нам подключаются все больше и больше людей которые работали различных финансовых структурах которые работали в различных инновационных системах они как раз сегодня все больше и больше приходят пониманию что skyway транснет группа это действительно то направление которое на сегодняшний момент альтернативы не имеет и соответственно если мы с вами об этом говорили полтора год назад то это было наше утверждение то сегодня это становится очевидным и я могу сказать что еще пройдет полгода когда мы рассчитываем абсолютно уверенно что количество участников проекта перевалит за полмиллиона человек а через год за миллион человек так вот дальше это станет абсолютно очевидным для всех и тот механизм мы говорим который мы создали крауд инвестинге инвест проводящей системы которая зависит от каждого из нас он как раз и будет набирать силы и он как раз и будет стартовой мощной такой силой для запуска адресных проектов для финансирования самой корневой технологии и по мере того как будет вестись работа на полигоне она как раз вот мы сейчас согласовываем с конструкторским бюро закладку первого камня вот там будут участвовать мы приглашаем активист нашего фонда группа директоров я обязательно буду в том числе вкапывать этот первый камень вот мы приглашаем других активистов и директоров из skyway капитала из других фондов которые сегодня работают в этом направлении и соответственно это будет наше общее такое прятие мы его очень долго готовили моего очень долго ждали и сегодня когда мы уже приступили непосредственно его реализации это начало нового этапа я не раз это говорил и никогда не перестану говорить о том что за вот эти полтора года наверное так как я этого не ждал никто потому что я участвовал в закладке первого камня который было 15 лет назад когда создавалась технология и у нас была абсолютно уверенность что после того как мы построим первый демонстрационный стенд в озерах очередь будет стоять от озер и до кремля вот и очень сильно удивились из-за того что этого не произошло более того после поддержки президента медведева этот полигон спилили остроился он с подачей губернатора александра лебедя соответственно сначала для нас это было абсолютно непонятно но сегодня есть абсолютно четкое понимание что все это произошло из-за того что мы не создали народную поддержку народную систему которая есть сегодня и можно абсолютно четко утверждать что та судьба которая постигла и компанию и полигон который при первом стартом демонстрационном 15 лет назад сегодня будет конечно совсем друг другая ситуация потому что сотни тысяч людей которые уже заинтересованы уже готовы поддерживать этот проект когда полигон будет демонстрироваться и он будет демонстрировать показывать и сертифицировать технологию то есть это через год то есть это сентябрь октябрь следующего года нас уже будут не просто сотни тысяч а миллионы и эти люди смогут и воспользоваться результатами и защитить этот проект поэтому друзья это наша общая задача на наше общие уже на сегодняшний момент заслуга потому что то что приступили к строительству это наша общая заслуга и каждый из нас каждый кто присутствует на вебинаре каждый кто приглашает участников каждый кто инвестирует это его заслуга в том что это случилось и дальше естественно что понадобится друзья очень серьезная работа В том числе и по защите того, что мы с вами сделали, потому что чем дальше, тем большее количество людей, структур, сил, которые будут стараться затормозить, остановить и, я бы даже сказал, и препятствовать развитию. Но, исходя из того, что мы сейчас делаем, исходя из того, как мы объединяем людей и объединяем силу, которая направляется на решение этой задачи, то есть Transnet, мы объединяем людей и второе наше, потому что мы с Ларисой Артамоновой так неожиданно придумали, что, друзья, объединять это наша работа. И объединять это работа каждого из участников проекта. Каждый, кто участвует в проекте, он занимается объединением, соответственно, разных сил и строительством, и реализацией того, что через некоторое время станет нашим общим будущим. А мы с вами как раз, друзья, если для всех это будущее, скажем так, отдаленное или недостижимое, то мы с вами сегодня работаем по созданию этого будущего, работаем по реализации, по проектированию и сейчас уже строительству. Еще, естественно, конечно, друзья, надо будет это еще и защитить, потому что создать это одно, надо еще и результаты нашей работы будут, надо будет очень хорошо защищать от недоброжелателей, от завистников, от тех, кто будет нам мешать. Но это, друзья, как раз наша общая задача, и когда мы вместе, это, естественно, та сила, которой противостоять все сложнее и сложнее. И мы уже показывали вам на иллюстрациях, что когда гектар земли стал декларативным проектом, то есть когда президент и Трутнев, как представители резидентов Дальневосточного округа, прокукарекали, а сказали, а закон будет только через год, то есть мы не готовы сегодня разработать механизм, как позволяющий передать эту землю. Вот, соответственно, мы тогда задали вопрос, а зачем кукарекали-то тогда? Сначала создали механизм, а потом вы заявляли о том, что вы хотите раздавать. То получается, вы прокукарекали, мы собрали заявки со своих участников, сказали, давайте, мы готовы 20 тысяч человек сегодня вам подать заявки. Сегодня нам говорят, что не, ребята, раньше, чем через год мы закон не примем, механизма сегодня не существует. Поэтому, друзья, исходя из этой логики, опять, как мы работаем, мы создали и создаем сейчас свой механизм, который нам не требует их законодательства, не требует никакого-то. У нас есть сегодня абсолютно вся законная база, работающая сегодня структура, которая позволит сегодня всем участникам проекта как раз получить ту землю, про которую говорил и президент, и Трутнев, как вице-премьер и представитель президента Дальневосточного округа. То есть весь этот механизм существует, и мы его, друзья, сейчас уже отрабатываем, делаем и будем, соответственно, использовать. Поэтому это, друзья, как раз предмет нашей коллективной работы и как совета директоров Transnet Group, и как активного составляющей Skyway Invest Group. Вот поэтому, друзья, очень многие задачи, которые мы ставили, ставим и дальше будем ставить, мы будем решать. И очень много задается вопрос по потребительскому обществу. Друзья, я еще прошу, потерпите буквально еще неделю, то есть мы проработали и заканчиваем сейчас абсолютно все техническое управление для того, чтобы каждый из вас, помимо еще акций, помимо тех гарантий, которые дает группа Skyway, группа Skyway Invest Group, чтобы вы еще имели и защиту в виде потребительского пая в потребительском обществе, соответственно, это будет дополнительная и капитализация, дополнительные возможности и дополнительная юридическая защита вас, как участников этого проекта. Поэтому вся наша задача, вся наша работа, это и технического бюро в Минске, и юридической службы, которая работает в группе Skyway Invest Group, которую представляет Виктор Бабурин. Соответственно, она направлена на то, чтобы вас максимально защитить как инвесторов, как участников проекта, как участников потребительского общества, чтобы ваши инвестиции, на которые вы возлагаете надежды, которые входят сегодня по нашей рекомендации, когда мы говорим, что это действительно важный проект, это действительно инвестиции в будущее, это действительно билет на экономический ковчег, чтобы юридически это было абсолютно прозрачно, чтобы юридически это было абсолютно обоснованно и чтобы вы имели максимальную гарантию. Еще очень много вопросов, в отличие от происходящих зимой, они подняются, так, они сделали, а, Олег Владивосток, ну, может быть, это тоже один из вопросов по земле, что действительно, когда стало падать, они кукарекали про это сегодня, ну, посмотрим, сейчас много, что, друзья, будет происходить, вот, много, что будем сегодня делать, поэтому здесь, скажем так, это, к сожалению, тот фон, который сегодня идет, и тот фон, на котором мы сегодня с вами работаем, и как раз наша задача, это как основа экономического ковчега, чтобы реализовывать и делать, и то, что мы, и сегодня вот еще тоже задаем ряд вопросов, особенно это те, кто, ну, скажем так, недружественно, мягко говоря, к нам относятся, там, пошли по целевому, нецелевому расходованию средств, о том, что наш фонд, там, Skyway Invest Group собирает деньги, а тратит их на свои собственные цели, что конструкторское бюро не подконтрольно, там, и так далее, вот, этих вопросов очень много, друзья, поэтому мы со своей стороны, то есть, есть акционерное законодательство, есть, соответственно, законодательство, и даже, скажем, правила игры, которые устанавливаются в венчурном, скажем там, ну, проектах в венчурной работе, мы всегда говорили, что открытость для нас, это самое главное, и мы сейчас сформировали определенную группу из директоров Transnet Invest Group, Skyway Invest Group, это Transnet Group, вот, соответственно, мы прям буквально в ближайшие 3-4 недели поедем в Минск, для того, чтобы по договоренности мы сделаем финансовый анализ, на наш взгляд, потому что мы акционеры, все довольно-таки крупные акционеры, мы представляем интересы большого количества людей, которые поверили и пришли через нас в этот проект, поэтому мы хотим, то есть, там будет участвовать Лариса Артамонова, это очень профессиональный человек, который 20 лет отработал в Газпроме, в строительном комплексе, сейчас ведет ряд тоже очень серьезных проектов, там будет Володя Маслов, это в свое время был вице-мэром Таллина, это сегодня сильнейший такой аналитик, сильнейший человек, который работает в области финансового инвестирования, будет Ирина Волкова тоже, и вот мы, друзья, как раз проведем экспертизу, и мы вам все покажем как раз наше представление о том, как расходуются средства, о том, как ведется работа, и, соответственно, мы, поверьте, что это будет абсолютно объективный анализ, потому что мы сегодня выступаем как акционеры, как те, кто заинтересованы в том, чтобы капитализация шла максимально эффективно, и средства расходовались максимально эффективно. Я думаю, что если, друзья, вы не будете верить такого рода нашим заявлениям, то остается кому верить тем, кто сегодня в интернете пишет абсолютно пургу по поводу того, что и как делается, и пытается с юницким спорить по поводу технических решений, является ли техническим обоснованным Skyway и струнные технологии или нет. Поэтому, друзья, это, конечно, не то, что смешно, это по меньшей мере несерьезно. А мы как раз специально сделали такую группу, мы ведем такую работу, мы будем всю нашу аналитику размещать на сайте, и, соответственно, эту работу будем делать регулярно хотя бы где-то 3-4 раза в год для того, чтобы... Абсолютно верно, Александр, есть меморандум, это абсолютно... Но тот, кто читал меморандум, я сразу могу сказать, что это довольно-таки сложный финансовый документ. И я как раз очень много... Почему мы сейчас вышли с инициативой именно и у нас в директорском составе и к конструкторскому бюро Юницкого? Потому что очень многие люди, не понимая того, что написано в меморандуме, не понимая того, какая аналитика там дается, начинают давать свои инсинуации, давать свое трактование того, что там происходит. И вот как раз именно с точки зрения того, чтобы дать пояснение, дать разъяснение и дать четкое представление уже свое, как именно инвестиционной группы, которая напрямую зависит и напрямую заинтересована в реализации этого проекта, мы ввели такую практику, такую работу и как раз буквально, вот я говорю, где-то конец июля, начало августа мы проведем такую инспекцию и вам, соответственно, расскажем, покажем и обоснуем позицию, которая у нас сегодня возникает. Если нами будет выявлено какие-то, на наш взгляд, неэффективные вещи, мы обязательно их с вами будем обсуждать, хотя бы для того, чтобы эти недостатки устранялись и они учитывались дальше в дальнейшей работе и конструкторского бюро, и всей группы Skyway, и в том числе Skyway Invest Group. Мы считаем, что это абсолютно нормальная форма работы, потому что это будет поднимать общую эффективность, это будет поднимать общее взаимодоверие. Я могу сказать, что понимание в этом плане у нас есть с конструкторским бюро, с Юницким, с Побурином абсолютно четкое. А здесь я могу сказать, нас никто не может не то что заподрозить или упрекнуть о том, что мы заинтересованы в том, чтобы деньги уходили либо в другую сторону, либо неэффективно использовать. Друзья, мы проводим эту сложнейшую работу, мы берем на себя ответственность, мы вам доводим информацию не для того, чтобы эти деньги куда-то уходили в другую сторону или неэффективно использовались. Поэтому здесь, друзья, я думаю, мы выстраиваем абсолютно прозрачный механизм, прозрачный для всех. Мы выстраиваем эффективный механизм и если он будет по каким-либо причинам давать сбой или идти в неэффективную сторону, я думаю, что мы всегда сможем это подкорректировать и вы в том числе. Поэтому, друзья, сегодня уже группа Skyway и конструкторский бюро в частности, она размещает те договора, которые она заключает, она размещает те конкурсы, тендеры и цены, по которым она все это закупает. Это, друзья, абсолютно правильно и другого быть не может. В этом и может строиться только взаимное доверие, в этом и может строиться только краудинвестинговая народная система, которая рассчитана на результат о том, что мы с вами все поплывем на этом ковчеге. В отдельности никто никуда уплыть не сможет. Соответственно, никто в отдельности не сможет его сделать. Так, и потребительское общество, где будет находиться в Москве. Друзья, я сейчас передаю слово Алексею. Он поделится с вами и впечатлениями о поездке в Киргизию, в Бишкек и о том, о тех соображениях, которые мы сейчас с ним прорабатываем, делаем. А я как раз могу сейчас отвечать на вопросы. По потребительскому, что могу сказать, оно зарегистрировано уже в Иркутске. И как вы понимаете, почему в Иркутске? Потому что Иркутск, на наш взгляд, это будет центр мирового экономического развития на ближайшие 10-20 лет. Байкальская вода, это будет центр формирования инвестиционной прибыльности для всего континента и формирования новой валюты, о чем мы с вами тоже поговорим. Поэтому потребительское общество Евразии зарегистрировано в Иркутске. Вот что я вам пока могу сказать, друзья. Так, все, Алексей, тебе слово. Так, когда закладка технопарка? Ну, друзья, мы тоже ждем, как согласуем это с Юницким, так мы обязательно, во-первых, обязательно в этом поучаствуем, а во-вторых, обязательно вам об этом расскажем. Так, Алексей, тебе слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Рад всех приветствовать на дневном вебинаре. Рад приветствовать в особенности жителей Республики Кыргызстан, так как вот, собственно, недавно вернулся с поездки. Провели там как пресс-конференцию, так и конференцию. Итак, дамы и господа, сейчас я рекомендую даже записывать. Сейчас я расскажу идею, которая меня осенила в поездке. Собственно, в поездках мозг отключается от рутинной, от онлайн работы, от работы со структурой, потому что, ну, же в поездках у нас интернет не работает, и в гостиницах тоже очень слабый интернет. Собственно, к чему я пришел? Есть такое понимание, что лучшая презентация – это презентация, проведенная всего за полминуты. Согласны с этим высказыванием? То есть это высказывание именно международных бизнес-тренеров, отечественных бизнес-тренеров. И я стремлюсь в поездках именно проводить халлок так максимально быстро, чтобы получить от человека контакт. Я всегда пользуюсь шансом, когда возле меня находятся интересные люди в самолете, обязательно с людьми готовятся. Но там, так как у меня пространство ограничено, мы летим, по этим людям я рассказываю по часу. То есть вот я познакомился с французским, я идеально знаю французский, и для себя очень положительно убедился, что я могу донести презентацию на французском. То есть когда мы подготовим уже непосредственно терминологию, то если есть франкоговорящие, то теоретически напишите мне на почту, можем начинать уже проводить вебинары, возможно, первые вебинары на французском буду проводить я. И, собственно, в чем заключается идея? За полминуты я доносил не только до жителей Кыргызстана, но и до случайных встречных с Узбекистана, до даже официанта, с которым сейчас мне нужно будет связаться. И я обязательно этому молодому парню донесу идеологию, миссию нашей компании и огромные перспективы, возможности, которые на сегодняшний день открывает наш экономический ковчег. В Кыргызстане я действовал следующим образом. То есть в Кыргызстане есть озеро Иссыкуль. Это, на мой взгляд, туристическая мекка, туристическая мекка, которая сопровождается посещением многих иностранцев, многих иностранцев именно на это озеро. Но есть один нюанс, что до этого озера ехать 5 часов туда, как минимум 4 часа, 5 часов, 4 часа обратно. То есть я общался таким образом. Многие люди в курсе об этом озере. И я очень быстро переключал их внимание именно на вот эту тематику. Смысл был такой. Я задавал всего один вопрос. Всего один вопрос. Хотели бы вы с Бишкека до Иссыкуля добираться за 30 минут, и, собственно, стоимость эта была бы ниже, чем общественный транспорт? Человек отвечал, естественно, да. Потом я задавал второй вопрос. Хотели бы вы быть совладельцами данной технологии, оставлять влияние положительное в вашем городе и соинвесторам. В дальнейшем получаете серьезные дивиденды. Ответ был также да. После этого у меня родилась идея, которую рекомендую сделать всем, абсолютно 175 людям на вебинаре. Подумайте, какой у вас регион в вашем городе, в вашей деревне, в вашем районном центре, в вашем крупном мегаполисе. Не важно, какая страна, не важно, какой город. Подумайте, куда все люди ездят в основном. То есть могу сказать по Челябинску, по своему городу. Все ездят, естественно, в центр. Там и культурные центры, времяпровождение, и развлекательные, и кино, и так далее, и магазины, и библиотеки. И, соответственно, я о чем буду сейчас говорить с челябинцами? Именно холодный контакт, когда я познакомился в кафе, не важно, а Рэнди Гейдж еще говорил. И Андрей Федорович Вкаратов говорит, что путь к успеху – это всего две встречи в день. Всего две встречи в день. В идеале, я думаю, что три-пять можно встреч в день именно контактов, которые вы в дальнейшем будете обрабатывать, можно брать. То есть вы просто анализируете, куда все люди едут. И не важно вообще, где вы находитесь в вашем городе. Если вы чувствуете, что этому человеку нужно рассказать о нашем проекте, а таких людей более чем 90%, можно не рассказывать, ну, я не знаю, и то различные малоимущие слои населения. Может быть, он малоимущий сейчас, может, он активный, перспективный, и у него произойдет квантовый сочек в его личностном росте и в его бизнесе. То есть тут нужно смотреть по человеку, научиться, так скажем, читать людей и понимать, нужна эта информация или нет. Если вы хотя бы на грамм почувствовали, что эта информация нужна, задайте всего один вопрос. Как с того места, в котором вы сейчас находитесь, он доберется туда, куда вы сразу для себя выясните, в вашем регионе, куда все ездят. Я еще раз это не раз повторю на вебинарах, раз в 10, я думаю, повторю, потому что только благодаря этому способу мы сможем сформировать 500, 600, может быть, тысячу даже регистраций в день. Только благодаря этому способу, если просто все будут дублицировать способ, который родился в голове у меня во время поездки в Бишкек. И, соответственно, рассчитайте, сколько человек примерно будет ехать от своего района, либо от спального района, стандартный спальный район. Если у меня Челябинск, это северо-запад. То есть от северо-запада до центра. От северо-запада до центра примерно у нас занимает 40-50 минут, если на общественном транспорте. Если на автомобиле нестись, порой нарушая правила дорожного движения, превышая скорость, то это может за 30 минут добраться. Но никто никогда вам не скажет цифру 15 минут, а то и 10 минут, когда на втором уровне, просто это, опять же, понимание нашей технологии, на втором уровне нашей технологии находится. И я неспроста привел видео именно Анатолия Эдуардовича Юниткова, что 100 км в час, 90-100 км в час у нас будет скорость перемещения. То есть, соответственно, мы сможем переместиться в 3-4 раза быстрее. 3-4 раза дешевле. Если вы эту информацию просто даете человеку, вы сможете у него получить контакт. Если вы получили у него контакт, не нужно его регистрировать сразу на айфоне, на лаптопе, на айпаде. Просто получите контакт. Просто пригласите его либо на еженедельную конференцию, которая сейчас у нас проходит в различных городах, либо просто с ним встретитесь потом и более обстоятельно обсудите. То есть, это как раз вот те пресловутые 2-3 встречи в день, о которых рождается успех на миллион и миллиард. И, собственно, это то, что вот, собственно, вот этот небольшой тренинг провел с активистами, в том числе в Кыргызстане и на холодных контактах потренировался. Люди начинают выдавать совершенно информацию, исходя из их подсознания. То есть, один человек с Узбекистана просто мне сказал, я спрашивал, ребята, кем вы работаете вообще? То есть, когда они понимают, что вы им предложили проект, проект, который может, а, решить их проблемы перемещения, быстроты перемещения, экономичности, б, они могут получать очень серьезные дивиденды, являясь совладельцами, соинвесторами данной технологии, ц, эта технология будет строиться не где-то в Минске, не где-то, допустим, в Санкт-Петербург, Владивосток, а конкретно в их регионе она может быть построена. И, соответственно, после этого человек действительно начинает вам рассказывать вещи, которые, возможно, он не осознает, что он рассказывает. То есть, один человек, я спрашивал о месте работы, один сказал, что я нигде не работаю, но у меня просто богатая сестра. Контакт у меня его есть, и, естественно, я это все дело записал, а в дальнейшем я буду общаться, опираясь на эту информацию. И поверьте мне, моему опыту с 2011 года, кроме того, что я являюсь на сегодняшний день руководителем отдела иностранных переводов, внешнеэкономической деятельности, в дальнейшем, я думаю, что это направление постепенно, я буду готовить своего преемника по этому направлению, потому что сейчас также возрастает нагрузка именно стратегического отдела по планированию и стратегическому развитию, возглавляет который Сибиряков Сергей Анатольевич, я являюсь замом Сибирякова Сергея Анатольевича в этом отделе. Собственно, под этой должностью и выступал на пресс-конференции. И, несмотря на это, я обладаю достаточно серьезным опытом с 2011 года в построении тысячных и десятитысячных структур. На сегодняшний день в РСВ у меня структура, ну, как была, так и осталась, то есть там я особо ничего не развиваю, чуть больше 16 тысяч, здесь у меня уже больше 17 тысяч. То есть, моему опыту именно в построении структур можно доверять, и если все будут дублицировать этот способ, использовать хотя бы два раза в день этот способ, неважно, где вы находитесь, это занимает всего 5 минут, даже меньше, вы получите контакт, то количество регистраций значительно возрастет, и, соответственно, на данном вебинаре действительно можно будет уже лицезреть не 171 человека, а в 10 раз больше, потому что к этому мы идем, и к этому мы должны и обязаны просто прийти. Та цифра, которая поставлена руководством фонда Skyway Invest Group, 500 тысяч человек, я думаю, что мы обязательно этого достигнем, с учетом этого способа, с учетом автоматизации, то есть как будет готов сайт Transnet Group, то это в том числе и моя личная инициатива, мы подготовим пошаговую инструкцию, которую вы сможете просто давать человеку, там будет абсолютно вся информация, просто возьми и прочитай, просто возьми и пройди по шагам. И если человеку не интересно в будущем получать какие-либо дивиденды, если человеку не интересно развивать, но интересно получить дивиденды, то ему будет достаточно прочитать либо всю инструкцию, если он желает максимально эффективно развиваться в этом бизнесе, либо только часть, и потом уже прочитайте всю, но если человек уже даже это не сделает, то, собственно, я думаю, что такой человек просто по определению не подходит к нашему определению и слогану новой экономической эволюции мира, что богатые становятся еще богаче, а бедные богаче. Собственно, вот такая идея, такой способ, поставьте плюс, кому это понравилось, кто это будет применять. И это я буду говорить на 10-15 вебинарах, это именно наш ключ к успеху, который нужно применять. Собственно, возможно, неправильно, что этот способ пришел ко мне совершенно недавно, но действительно, если каждый из них, и мы пропишем скрипт, мы пропишем скрипт разговора, то есть конкретно вы просто подумайте, какой конкретно район, регион вашего места проживания привлекает максимальное количество людей. Соответственно, в этот регион ездит максимальное количество людей. В будущем, я уже это обсудил с Андреем Федоровичем Харатом на одной из наших директорских планерах, в будущем будут лендинги-конструкторы так называемые. То есть, так как наш IT-отдел очень сильно загружен, а сейчас вы все прекрасно знаете, что размещены новости о вакансиях, то есть все желающие, которые обладают определенными знаниями, мы уже открыто формируем наш дополнительный кадровый не то что резерв, а актив. Резерв мы начинаем формировать уже с осени 2015 года, уже непосредственно в нашем университете, Академия Новой Евразии, которая будет формировать совершенно разные профессии, которые действительно будут востребованы и, соответственно, трудоустроены на достаточно высокооплачиваемые работы. Итак, здесь также были вопросы по поводу непосредственно моего поля деятельности. По поводу гида. Дамы и господа, гид не имеет смысла сейчас делать, потому что будет новый сайт, будет сайт Transnet Group и, соответственно, как будет только запущен этот сайт, обязательно гид будет сделан. Это единственная причина, почему не делается гид. Будет, скорее всего, в начале просто именно титры, то есть, ну, я думаю, англичане поймут, что там, потому что перевод будет достойный, качественный, и, соответственно, далее будет озвучка уже активистами группы компаний Transnet Group. И, собственно, что касается остальных языков, по своей специализации, также могу сказать, мы будем переводить на любой язык, когда там идет уже нормальная сеть. То есть, даже в Киргизии на конференции я задал вопрос, поднимите руку, кто может перевести на киргизский технический язык. Подняла руку одна женщина, потом ко мне подошло вообще агентство переводов, которое, внимание, дамы и господа, внимание, они готовы работать не за условные единицы, то есть, сомы, рубли, доллары и так далее. Они готовы взаимозачетом работать за акции. А это период дорогого стоит, потому что как раз-таки начинается период понимания ценности наших акций, и в будущем взаимозачет будет все более и более распространен. То есть, это обязательно также применяйте в своих представительствах, в своих регионах, потому что ценность наших акций будет действительно колоссальная. Это действительно счастливый билет на народный, на международный, я бы сказал, экономический ковчег. И то, что происходит сегодня, меня это лично очень действительно волнует. Если бы я не был в Skyway, я обязательно бы, так как информацию открыл бы, как переодолеть эти кризисные явления, как выйти из этой ситуации, обязательно я бы наткнулся на эту информацию. И мы сейчас будем делать все, чтобы народ просто в поисках натыкался на нашу информацию. А вы, соответственно, как и все, мы абсолютно каждый день проделываем очень огромную работу, очень полезную работу для всего общества и для всего мира. Действительно, мы объединяем мир, и наша работа объединяет этот мир. Это мы делаем на презентациях, на ежедневных встречах, на наших вебинарах, на онлайн, на офлайн конференциях. И это мы будем делать 10-11 октября. И я напоминаю, что до 1 августа цена билета составляет всего 45 долларов. То есть я рекомендую зарезервировать место на этом событии, потому что, скорее всего, на этом событии, когда уже, собственно, будет понятно, что ничего не наслаивается на графике Анатолия Эдуардовича Ницкого, возможно, Анатолий Эдуардович Ницкий или, как минимум, Виктор Бабурин будет присутствовать на этом событии, как представитель группы компании Skyway. Я рекомендую вам приобрести билет как можно быстрее. Потому что мест всего полторы тысячи, максимум это две тысячи. Там уже будут, можно сказать, друг друга на головах стоять. Две тысячи это уже многовато. Но кому-то действительно может не хватить места. Что касается Бишкека, там мне пообещали, что оттуда полетят целым самолетом. Что мы планируем сделать из Урала? Благодарю за внимание. С вами Алексей Скадоев. Всем до встречи до вечернего вебинара. Сергей Анатолевич, вам слово. Алексей, спасибо. Чем действительно Алексей уникален, мы сейчас с ним общаемся, он много сейчас ездит по конференциям. По конференциям, по этой. Вот у меня каждый раз, что... Так, звук есть. Есть звук? Нормально все, да? Так, слышно, друзья? Так, все есть, ага. Вот. И он мне постоянно говорит, с кем бы он где ни общался, он всегда может просто на ровном месте человека убедить, сделать, и в том, чтобы он потом подключился к Skyway. И особенно, это вот, Алексей-то у нас еще и уникально, он разговаривает свободно на французском, на английском. Тут еще, говорят, испанский собрался учить. Вот. То есть, я думаю, что как раз это очень полезно и очень... И, соответственно, иностранцы, которые сейчас подключаются, смотрят за проектом. Вот. Исходя из того, что есть, я могу сказать, это из опыта уже общения, огромное понимание, что шестой технологический уклад, и дальше это будет развиваться именно Транснет. И транспортная сеть, это абсолютно для всех очевидно. И второй момент, что, это я сам из опыта знаю, что иностранцы говорят, что, друзья, что-то новое и такое глобальное могут придумать только русские, потому что ни американцы, ни европейцы, европейцы, они не обладают, первое, такими территориями, неосвоенными, они не обладают такими ресурсами, что самое главное, они не обладают такой логикой мышления. То есть, вот этот прагматизм и основная вещь, как на Западе, он не позволяет сегодня выйти и посмотреть на транспортную проблему совсем по-другому. Ведь, вот сейчас даже, вот если взять гиперлуп с точки зрения логики, то есть, они идут по какому пути? Это вот если, когда это мы анализировали, вот с Алексеем, с точки зрения триза, то есть, теории решения изобретательских задач, что-то надо быстро перемещаться. Но не на самолете, который уходит в стратосферу и сжигает огромное количество керосина в незащищенных слоях, именно, а здесь на земле. Поэтому логика какая? Нужна труба, надо откачать из нее воздух, чтобы сделать разрежение. И третье, надо сделать магнитный подвес, то есть, левитацию для того, чтобы делать движение. И, соответственно, это примитивная логика, которая технически начинает очень тяжело реализовываться. Ведь, что такое поезд на магнитном подвесе, в который Сименс вложил более 4-5 миллиардов долларов, почти половина миллиарда евро, более 50 лет они разрабатывали эту систему. Логика очень простая. Два магнитно оттягиваются, трения нет. Значит, соответственно, если мы поезд подвесим над магнитом, он будет у нас фактически лететь. Но когда стали технически реализовывать этот проект, то, я говорю, вложили 5 миллиардов долларов, построили только одну трассу 150 километров длиной, сейчас даже меньше, от Шанхая до аэропорта. И все, и больше в мире эта технология не применяется. В России, в Советском Союзе Маглев, то есть магнитная левитация в Питере, был институт, тоже бухали более 2 миллиардов рублей, потом бросили все эти разработки, потому что оказалось неперспективным. С точки зрения струнных технологий, Юницкий, это уже он не раз говорил, я просто повторюсь, что с точки зрения движения, самое простое, 0,99% передачи энергии, это железное колесо по железному рельсу. При таких скоростях самая большая проблема – это аэродинамика. И как раз то, что Жуковский разработал каплю и показал, что ее аэродинамическое сопротивление 0,043 по ЦХ, соответственно, сегодня тот Юнибус, который Юницкий продувал уже в аэродинамической трубе, он приближается к этому идеальному показателю 0,073, а в принципе в дальнейшем он как раз приблизится к коэффициенту 0,043 по ЦХ. Соответственно, это и есть основные потери по энергии. И как раз струнные технологии, они решают не технически концептуальную задачу, что надо создать вакуум. Представляете, что такое сделать разреженный вакуум в трубе? Во-первых, это безопасная система, потому что вы перемещаясь в капсуле, если вдруг произойдет разгерметизация, это мгновенная смерть. Значит, соответственно, вам должны быть аэродинамические эти капсулы. Я просто сравниваю с гиперлупом, который сегодня активно развивается. Значит, соответственно, разгерметизация – это смерть, движение должно быть по большим количествам энергетики – это магнитный подвес. И, соответственно, поддерживающая система и магнитную левитацию, и вакуум в этой трубе – это настолько сложнейшее техническое решение, которое съест все прибыли, и все возможное преимущество, которое дает низкое сопротивление. Что делает Юницкий? Он ставит две опоры, поднимает рельсы, разносит их друг от друга, чтобы убрать эффект крыла аэродинамической сопротивления, сделает аэродинамическую форму максимально идеальной формой, и движитель ставит вовнутрь. Все, и за счет этого он экономит 90% энергии, которую наши друзья-американцы будут тратить на то, чтобы обеспечить технически другое решение. Вот и все. Вот что такое ТРИС, вот что такое решение изобретательских задач. И все решения, концепции, которые сегодня идут, они именно идут из логики теоретического решения. И если постановка задачи изначально неправильная, то, соответственно, и выход будет очень дорогой и нефункциональный. Вот. И сейчас я могу сказать, что вот как раз и Михаил Орлов, вот, который в репортаже, наверное, смотрели, это автор книг по теории решения изобретательских задач, это партнер Юницкого уже многие десятки лет, соответственно, он показывает, что сегодня концептуально ответить на вопрос транспортной системы 21 века, то есть быстро, дешево, экологично и без нагрузки природы, может только струнные технологии Юницкого, только Skyway и сеть Transnet, которая будет строиться на основе этих технологий. Поэтому концептуально я могу сказать, что, друзья, у нас сохраняется то преимущество, которое сегодня есть, потому что эти друзья даже еще пока не подошли, а уже вкладывают деньги в другие технологии, и это, слава Богу, вот, значит, конкуренты идут другими путями, поэтому у нас есть время для того, чтобы продемонстрировать, испытать и приступить к реализации конкретных проектов. И здесь, друзья, я могу сказать, вот, исходя из того, что Алексей говорил, у нас, в принципе, для этого готово и работает все. Тут задали очень хороший вопрос, вот, Александр, сколько людей в проекте, я пока, это самое, я специально зашел сейчас на сайт Skyway.org, то есть это основной сайт, там стоит счетчик, куда стекаются все, кто участвует в проекте. Вот на сегодняшний момент я посмотрел 108 268 человек, которые, соответственно, это, которые уже сегодня в проекте. И я могу сказать, что это существенное, то есть за 20 месяцев, кто пришел в этот проект, это существенное количество, но, друзья, это ничтожно мало для того, чтобы двигать, реализовать, а потом и защищать этот проект. Потому что, как я уже говорил, защищать его обязательно придется, хотя бы от тех людей, которые будут как конкуренты видеть, что технология, другие будут отодвигаться, и второе, как завистники, которые попытаются, соответственно, остановить или еще больше лидировать этот проект. Но здесь, друзья, я могу сказать, что с точки зрения той логики, которую мы строим, что краудинвестинг, это как раз и есть та защита, которая сегодня есть. И вот даже тут нашего друга Мишу Делягина, что он уже лекции ведет на Симексе, то есть это площадка, которая занимается краудинвестингами. Но что я могу сказать про Мишу Делягина? Мы его звали в наш проект, он даже читал лекции, он участвовал, но, видите, так сказать, все-таки предпочитает сейчас опять рассказывать теоретические какие-то заоблачные вещи, не привязанные к конкретике. Потому что, друзья, все эти биржи, Сколково, все эти инновационные площадки, это, друзья, знаете, что они мне напоминают? Они напоминают, когда мы построили теплицу, утеплили площадку, сделали освещение, воду, насыпали почву, а потом сидим и ждем, когда вырастет что-нибудь. Естественно, могу сказать по логике, вот сейчас огород есть, я там на нем смотрю, вот я могу сказать, что растет в основном сорняк, потому что за всем остальным надо ухаживать и культивировать, не зря, это называется культурные, соответственно, культивированные сорта, то есть их надо культивировать. Так вот, друзья, если брать логику другого культивированной площадки, которая называется Силиконовая долина, как вы помните, так вот там точно знали, что им надо кремний и все, что связано с кремнием, им то, что связано с электроникой, микроэлектроникой, и все, что связано с программированием и с передачей хранения информации. Поэтому они задали направление, дали им преференции, дали им налоговые инвестиционные льготы, и, соответственно, вырастили целую плеяду конкретных технологий. Так вот, сейчас, если бы эти бойцы что-то делали, то бы они делали транспортную долину или струнную долину или транснет, потому что это та группа технологий, которая будет развиваться. Но, друзья, понимания у этих деятелей все нет, они все краснобаи, они все говорят об общих вещах, не занимаясь конкретикой, потому что контека, друзья, это большая ответственность, потому что я очень много спорю и общаюсь с экономистами, которые говорят о шестом технологическом укладе, о развитии, о будущем. Когда говорить вообще, они говорят об их инфраструктурных проектах или так далее, об общих вещах, где не надо нести ответственность, они все очень хорошие болтуны. Как только начинаешь конкретно говорить вопрос, что должно произойти, чтобы экономическая ситуация изменилась завтра, что строится. И вот здесь, друзья, начинается набор общих банальных фраз по принципу небо должно быть синее, трава должна быть зеленая, все должны быть счастливы, все должно строиться и все должно развиваться. Экономика должна быть экономной, а прогресс должен быть прогрессивным. Понимаете? И на этот счет все заканчивается. Поэтому, друзья, чем мы принципиально отличаемся и почему мы сегодня стоим на очень четкой, жесткой позиции? Мы говорим, что кроме транснета и скайвея ничего нет. Есть сопромат. Точно так же я привожу очень много примеров, что если бы не было свойства кремния, а кто не знает, что такое свойство кремния, это пьезоэффект, это выработка уникальной электромагнитной волны при ударе кристалла кремнием электрическим током. Это его свойства. И только благодаря тому, что возникает уникальная электромагнитная волна, позволяет миллиардам устройств связываться с миллиардом устройств и, соответственно, передавать сигнал. Это единственное свойство кремния, которое выделяет, Почему это все называется кремниевая долина, кремниевая технология? Не было бы это свойство пьезоэффекта кремния, не получили бы мы с вами микроэлектронику и, соответственно, интернета, как нашего младшего брата, который есть. И только используя это свойство, получили потом интегральные микросхемы, то есть наложенные, сложенные схемы, которые дают очень серьезный эффект. Мы получили микроэлектронику, то есть от огромных вычислительных машин мы пришли к микропроцессорам и так далее, а потом появилось уже информационное пространство, а потом появился интернет, как свойство пакетирования, передачи и распаковки информации. Это интернет. Так вот, друзья, это все на свойстве кремния. Точно так же сейчас свойство сопромата, которое дает сегодня предварительно напряженная стальная струна, она позволяет сегодня сказать очень легкие транспортные коммуникации, которые выйдут на второй уровень и решат все проблемы той цивилизации, которую сегодня имеют. Другого, друзья, ничего сделать нельзя. Хоть как бы сегодня придумывали и как бы теоретики сегодня делают. Там говорят о летающих тарелках сегодня, о чем угодно, что это самое, это, друзья, может быть, я не буду отрицать, когда-нибудь и полетит, но не в ближайшие 20-30 лет. Потому что есть определенный цикл технологий, она должна зародиться, она должна пройти инкубационный период, когда она внутриутробно развивается, то есть когда ее не видно, потом она выходит, имеет взрывной рост, потом экономический рассвет, потом затухание. Это путь всех технологий. Это закон, который опровергать невозможно. Вот сегодня в этой стадии находится железная дорога, то есть дорога, которая появилась 300 лет назад, 200 лет назад ее первый раз теоретически обосновали, 150 лет назад ее построили, начали строить, потом 100 лет назад она бурно развивалась, сегодня она подходит к своему естественному завершению. Вот это последние попытки скоростных железных дорог как-то реанимировать старую систему, это просто, скажем так, хватание за то, чтобы эту технологию как-то оставить и капитализировать те вложения, которые были. Это точно так же, как сегодня пытаться реанимировать одну связь с этими медными проводами, релейными, помните там, алло, барышня и так далее, и так далее. Сегодня все это ушло безвозвратно, потому что мобильная связь, мобильный интернет, он это брал. Следующая технология, опять же, которая сегодня уже приходит, это бесплатный Wi-Fi, что значит, это спутники на геостационарной низкой орбите, которые покроют всю Землю Wi-Fi и, соответственно, мобильная связь, которая сегодня с вышками, которая сегодня там с этими операторами, она тоже завтра умрет. Ей осталось жить буквально считанные 2-3-5 лет, а потом все эти операторы, которые есть, они все банкроты. То есть, если они это не понимают, друзья, это их проблемы, потому что я общался с некоторыми нашими коммуникационерами, они говорят, нет, мобильная связь пришла на 50 лет. Я говорю, друзья, вы дураки, понимаете, дураки, потому что помните, появились пейджеры в свое время, вот сколько прожили эти пейджеры? То есть, они прожили всего 3-5 лет, потом пришла сотовая связь, и она убила этот пейджер, потому что кому нужен этот бипер, где надо звонить оператору и передать через оператора, что ваш сын ушел в школу и забыл свой пейджер дома, правильно? То есть, передайте, пожалуйста, что он свой пейджер забыл дома. Соответственно, это ушла технология, потому что пришли смс-ки, и, соответственно, если вы не хотите звонить, вы просто отправляете текстовое сообщение от каждого аппарата к каждому аппарату. Все, это умерла технология, хотя она очень активно развивалась. Теперь вспомните на нашей памяти технология дисков, лазерных дисков. Она появилась не так давно, я помню безумные там деньги, когда 1000 долларов стоил один проигрыватель. Это было не так давно, друзья, это меньше 20 лет назад. И что? Сегодня, так, Sony еще 3 года назад, а основные компании уже даже перестали производить те устройства, которые читают лазерные диски, потому что все это уже никому не интересно. Все, система флешек, сегодня система интернета, передачи информации, она сделала это устройство бесполезным. Все, все новые автомобили, которые выходят, если вы заметили, они выходят уже без дисководов, потому что не нужен дисковод уже. Есть гнездо для флешки, все, что надо вам, закачайте. А самое главное, что есть интернет, закачайте интернет. А все это, друзья, зачем? Сегодня скорость распространения и внедрения технологий настолько колоссальная, что люди, которые работают внутри, они этого даже не успевают заметить. У них мозги сначала очень долго разворачиваются на то, что происходит, потом развернулось, и они думают, что это будет вечно. То есть сегодня для того, чтобы понять, что мобильная связь умирает, для этого надо просто посмотреть планы развития таких компаний, как Google, Microsoft и Facebook, марка Тутсенберга. Значит, они четко заявили, что они в течение ближайших 10 лет повесят около тысячи спутников, а 80% основного пространства на Земле, где проживает две трети населения Земли, они покроют уже в 2016 году. Это будет выглядеть очень просто. Будут висеть спутники на орбите, как сегодня GPS, где вы же сегодня имеете GPS в любой точке практически земного шара. Точно так же будет висеть сигнал, и вы будете получать с помощью своего устройства сигнал напрямую с интернета высокоскоростной, и все, и сотовые операторы не нужны. То есть они сегодня уходят опять же в прошлое. И это идет настолько быстро сегодня, что технологии это заменяет. Да, будут возникать центры, которые будут концентрировать и контролировать информацию. Да, это будет очень серьезная проблема с безопасностью и так далее. Но это, друзья, это другой вопрос тех технологий, которые сегодня внедряют. Мы говорим, что следом идет другое техническое решение. То есть мы сейчас уже начинаем этим друзьям Google и говорят, ребята, а когда мы построим транснет и запустим тогда оптиковолокно, то вы можете свои спутники запустить, они больше никому будут не нужны, потому что оптиковолокно, которое внутри, оно даст распространение сигнала в десятки раз дешевле, быстрее и с меньшей затратой по энергетике, потому что световая волна имеет меньшую энергетику, чем электромагнитная волна. Но это, друзья, уже их проблемы, понимаете? Это развитие, которое остановить сегодня невозможно. Это и есть тот технологический процесс, прогресс, которым мы, друзья, с вами занимаемся. И понять, я вам сразу могу сказать, это не очень многие. То, о чем я сейчас говорю, понимают очень немногие. Для этого им надо иметь техническое образование, историческое видение, как это развитие, и, соответственно, финансовое. И чтобы увязать и понять, надо обладать довольно-таки еще и хорошим интеллектом, сопоставимым с теми технологиями, которые есть. Поэтому я очень рад, друзья, что количество людей, которые к нам подключают, вникают в суть того, что происходит, постоянно увеличивается. И здесь, друзья, почему, опять же, вот лично мои ощущения, чтобы вы понимали, почему я сегодня совсем по-другому и настроен по отношению к нашим оппонентам, и веду вебинары. Все, потому что, друзья, мы сейчас с вами сидим, а полигон строится, понимаете. И если сейчас еще не очевидно, а мы с Алексеем подготовили к вам целый цикл, то есть, когда начнется строительство, вы же не понимаете, что не сразу все кинутся и говорят, ой, как здорово, там найдутся скептики, которые говорят, да ладно, наняли три таджика, хотя в Минске таджиков нельзя нанять, ну ладно, наняли три бомжа, которые вкапывают забор, заливают бетон, там еще, так сказать. Так вот, мы как раз будем показывать постоянно тот цикл работ, который был сделан в Озерах, который уже проделан, и будем показывать, как это будет делаться на полигоне. Соответственно, с комментарием и с объяснением того, что, друзья, делается. Ну вот видите, как только мы начинаем говорить оппонентов, у нас наш младший брат интернет сразу подвисает. Ну, друзья, в общем-то, все, что я вам хотел сказать на сегодняшний день, я сказал. Вот, поэтому, друзья, давайте мы с вами продолжаем нашу работу. Поэтому, Алексей сказал очень важную вещь сегодня для каждого из нас, что каждый активный партнер, каждый активный участник должен нести эту информацию, должен продвигать ее дальше и объяснять, и показывать эту работу людям, чтобы они тоже имели такую же возможность, как вы, участвовать в проекте, поддерживать этот проект и, соответственно, развивать этот проект. Поэтому, строй, скайвей, спасай планету, этот лозунг никто не отменял. Транснет-групп, мы объединяем мир, это наша сегодняшняя ситуация, в которой мы работаем, и, соответственно, объединять это наша работа, это друзья, к которым мы вас призываем и считаем, что вы, участвуя в проекте Транснет-групп, становитесь активным участником именно построения экономического ковчега, построения будущего и для себя, и для своих близких, и вообще для всех, кто потом будет жить. Довольно-таки неплохо в этом времени. Все, друзья, спасибо за внимание, давайте до вечера, те, кто будет с нами на вебинаре в 20 часов, а для Сибири и Дальнего Востока, друзья, мы с вами прощаемся, давайте до следующей недели, до встречи на наших вебинарах. Всего доброго.